добрый день дорогие наши подписчики друзья мы наконец-то добрались до кастелитус куда мы хотели добраться ранее у нас был выпуск о том что мы поехали на караване у нас села батарея и в итоге мы не смогли сюда заехать потому что путь каравана сюда перекрыть только на машине можно подняться к этому объекту и сегодня наконец-то мы нашли возможность очень холодно здесь к такой счастье что собралось все сообщество мурсии но блин сколько столько людей что и что есть мы находимся в натуральном парке ламуэля каба тиньоса и рандам и сегодня мы смотрим с вами стратегический объект который в свое время защищал порт картахены называется батарея кастеи тасс поехали также хочу сказать что здесь можно проводить маршруты семьей с детьми маршрута очень удобные даже дети от 5 лет могут спокойно преодолеть их здесь уже видны какие маршруты каким образом все это у нас проходит итак мы сейчас находимся здесь вообще длина всего маршрута составляет 9 километров 400 метров конечно же мы приехали сюда на машине мы находимся здесь мы идем смотреть батарея с декастеи тасс а также есть другая оборонительная башня находится она вон там на высоте больше 300 метров над уровнем моря называется кабель сады от аллайон и далее наша батарея до кастеи тасс находится на высоте двести сорок семь метров над уровнем моря ибо самая низкая это у нас батареи для декорей а хоррель название у нас в честь рыбы который обитает в этих водах кастелитес можно определить как техническую архитектурную кульминацию прибрежных сторожевых башен образца инженерного искусства наделенного свою очередь способностью к маневру и беспрецедентной до того времени и революционной для своего времени дальностью стрельбы идеальное географическое положение на отвесной скале высотой двести пятьдесят семь метров были построены эти оборонительные сооружения в хороший ясный день отсюда можно увидеть мыс кабо-де-гата где когда-то мы путешествовали и показывали вам и пляж мертвых и мы снимали много интересных роликов посмотрите на нашем канале и также другой мыс кабо-де-гата на севере то есть просмотр здесь на многие-многие километры и только представьте что я сижу на самой большой пушке викерса в ядро который с весом было восемьсот восемьдесят пять килограмм и стреляла аж на 35 километров вы только представьте какая мощь несмотря на то что касси это свое похоже на среди вековые замки они довольно-таки молодые их построили в 1933 году начали строительство 933 закончили 36 году для охраны оборонительная как оборонительная артиллерия картохены во времена гражданской войны большие пушки которые у нас просто впечатляют своим размером конечно же должны были стрелять на стреляли всего лишь один раз 25 апреля в 37 году подплыли вражеские суда и всего лишь один раз было достаточно того чтобы испугать всех развернуть и закончить только представьте что мы находимся в самом сердце пушки под землей если вы сюда спуститесь захватите фонарь действительно здесь темно глаз выкали именно здесь хранились бомбы которые весили восемьсот восемьдесят пять килограмм видите здесь следы потому что такой вес тащили к подтаскивали именно подъемному устройству к лифтам чтобы уже этот снаряд доставить к самому кого оружию именно там происходило само действие заряжали и стреляли и здесь мы тоже также видим посмотрите градусы куда поворачивалась пушка в какое направление она должна была совершить выстрел а а Субтитры создавал DimaTorzok Классно? Мне очень нравится. Много подземных темных коридоров, по которым можно добраться с одного края мыса до другого края, пересекая насквозь эту гору. И отсюда открываются ошлабляющие виды на море. Посмотрите. Это смотровая площадка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он. Кстати, этот мыс имел также стратегическое значение и в 16 веке. Именно с него велось оборонительное действие, когда берберейские пираты атаковали Пиренейский полуостров. Именно здесь был наблюдательный пункт. Отсюда велось удержание берега. Для выполнения плана обороны в 1912 году было построено несколько береговых батарей, в том числе и эта. Это батарея Эль-Хорейль. 20 мая 1993 года командующий военным округом Леванты приказал распустить все батареи на побережье Картахенне, в связи с новым подходом испанской политики безопасности и обороны. Батарея Эль-Хорейль расположена в конце мыса. С этой территории видны как скалы южного склона, так и скалы северного склона. Также мы здесь видим. Кстати, само название Эль-Хорейль берется от рыбы, которая обитает в местных плодах. Ее называют Хурейль. Поэтому и эта батарея у нас сделала название Батарея Эль-Хорейль. Кстати, здесь также находится у нас пушка, которая охраняла этот мыс. Она меньше по размерам, гораздо меньше, чем те, что мы видели в Батарее Костейдос. Если вы досмотрели до этого места, поставьте лайк, напишите комментарий, понравилось ли вам или не понравилось, что вы хотите увидеть еще. Не забывайте подписываться на наш канал, а я продолжаю искать для вас самые интересные места в Испании. Субтитры сделал DimaTorzok